Я никому не бил ни подзатыльники, ни вгибальники, ни с подписчиками, никому, никогда, никто мне вживую никаких гадостей не говорил. Если человек мне скажет вживую гадость, то, наверное, мое быдло внутри, оно среагирует. Мое быдло, возможно, ебнет ему, но мой разум, мое сознание, я думаю, что не даст ему это сделать, поскольку это уже так было, уже было, мое сознание переводило меня, скорее, в такой, я становился таким, знаете, кошмаром. Кошмар, который не вот так, а вообще что-то другое, третье, что наводило на людей такой ужас и оцепенение, что они вот даже, я теряю, их парализовало просто, и, собственно, парализованного человека вообще бить зачем? Просто сидишь, блядь, ему это, и вдыхаешь его адреналин, его этот ужас, это уже вот так вот, бля, поэтому я не агрессирую, не нападаю, я куда-то в нейтральную ухожу совсем, блядь. Ну, если в меня что-то летит, и ко мне там, подходит, наверное, там, ближе, чем на метр, ну, я, скорее всего, или начну уходить до тех пор, по крайней мере. Ну, раньше я это делал просто тычком на ноги, бум, я просто, и все, человек улетал, бум, 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 четко ему, живот. Все, его отскакивал, он даже головой не бился, он вот так летел, бум, поэтому он падал на жопу, это, собственно, очень-очень хорошо, если высоко ударить в грудь, там, подсчет может за толком упасть, кулаком тоже, никогда, вы что, пощечину, за одежду и ебнул, посадил его, так я бил, да, тут было с локтями ударил, но, это как по молодости, когда-то не знал, как по-другому себя вести, Катя казалось, что надо, блядь, проверить свой удар и так далее, пару раз мне хватило, чтобы больше этого не делать, я видел, как от моего удара, человек падал головой об асфальт, и, собственно, чудо, что я сейчас стою с вами, разговариваю, а так бы сидел в тюрьме просто. Когда-то один раз это попробуешь, когда увидишь, как вот этот удар, это самое, тебе это снится потом, этот звук затылка об асфальте снится, ну, там, по-моему, был даже не асфальт, там земля все-таки нарк была, да, помягче, блядь, я даже перекреститься готов, чтобы больше этого никогда не происходило со мной, бить людей, и вообще, это страшная вещь, зачем, это какой-то, блядь, это какой-то, ну, наши комплексы, наши фобии заставляют нас это делать, если, естественно, человек меня будет оскорблять, говорить мне какие-то гадости в лицо, ну, да, по-моему, если я встал, я бы хряпнул, я бы, наверное, поиграл бы с ним, я бы что-то сделал, такое, блядь, ну, естественно, гадость, как бы он сказал, может быть и нет, а может быть, вообще, закошмарил, блядь, как будто, я не знаю, там, персонаж из какого-то фильма, блядь, мистического, поиграл бы с его психикой, интересный момент, такой бы пару раз у меня было, знаешь, когда начинаешь говорить, как дракон, блядь, понимать, блядь, то ли он кино смоет, то ли, блядь, в жизни с ним происходит, то ли кино вырвалось наружу, блядь, и что-то такого типа этого, таким голосом, ну, и что, ну, чуть подыграть, я актёр, мне это легче сделать, конечно, но это работает, люди прям, чуть-чуть, их так крючат, блядь, у меня такой с таксистом было, блядь, я прям чувствовал, как адреналин начала пахнуть, прям, уууууууу, он нацепенел, он сейчас сидел в машине и не мог сдвинуться с места долгое время, и я вышел, такой, бла-а-а, слава богу, что я ему там не ёбнула сзади, а была, блядь, страшная, блядь, ну, почему мразь, потому что, видимо, у него плохой на стороне, может, жена его мозг ему выебла, Потому что я помню тоже, какой я был мразью Когда мне ебала мозг жена Я мог, блять, такую хуйню сделать Так людям такую гадость начать, блять Творить, блять Так часто и происходит Мы завершаем вот эти мерзкие поступки Те поступки, которые нас делают мразями Скорее всего из-за ругания В семье Ругаемся с женой, с детьми И выходим из-под контроля Вот это самая опасная вещь Когда ваши мужья или жена совершают Такую хуйню, блять, истерику устраивают Или там бьют кого-то Поэтому если человек приедет со мной разбираться Вот Если человек приедет не убивать, да, это одно Я это, ну, четко буду понимать Приехал убивать Скорее всего я его убью, наверное Как убить, я знаю Я занимался кунг-фу А кунг-фу это Не спортивная хуйня Не, вообще не спортивная Кунг-фу это То, что учат убивать Кунг-фу можно овладеть достаточно быстро То есть какими-то основными вещами кунг-фу Потому что эта техника была придумана для обычных людей Которые работали Пахали земли там Работали на рисовых полях и так далее Что-то делали для дома Люди, они особо воины Вот И овладев какими-то вещами кунг-фу Они могли легко защитить себя Ну, не легко, а могли защитить Вот При помощи рук своих Ну, тренировали пальцы Тренировали там Какие-то причудливые вещи Делая их схожими с животными Я занимался школой журавля И... Да, смешно было Но там были настолько странные удары Там были настолько непонятные Что, наверное, если бы с боксером такое применить Ну, только голыми руками Не в перчатках В перчатках не получится То он просто растеряется Вот Какие-то странные вещи От которых он... Вот Так же занимался Ном Хон Шон Это вьетнамское кунг-фу Вьетнамское Ух Шу Вот Основная стойка В этом кунг-фу Была вот Она называется Чьюм-бинь-тань И в этой стойке Мы стояли, блядь, часами Мы в ней работали Вот Тап Тап Все эти передвижения И вот Из этих стойк мы били Пуф-пуф Кстати, вот такой карлик, блядь Который может вырасти мгновенно Чшу Из положения практически Которого не попасть У меня применял Чьюм-бинь-тань в драке Стойку Чьюм-бинь-тань Применял технику нам Хон Шон И Меня пиздила толпа Чет 10-15 Ничего не могли со мной сделать В этой позиции А я мог в ней находиться Долго Долго Передвигаться Попасть было невозможно То есть полностью Как камень, блядь У меня было тогда 16-17 лет За два года, по-моему Я очень хорошо Натренировал свои ноги Они были такие квадратные, блядь, просто Вот Потом бросил заниматься Стал готовиться в институт И так далее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok